Добрый день, здравствуйте! Приветствую всех онлайн-зрителей, которые сейчас смотрят этот эфир. Сегодня здесь, в студии, мы собрались для того, чтобы обсудить непростую, но очень важную проблему – это проблема сексуального насилия и эксплуатации в отношении детей. Вместе с представительством Международной организации по миграции в Беларуси мы организовали серию образовательных эфиров «Научите детей видеть ложь». В прошлом году эти мероприятия проходили в оффлайн-формате. Сегодня, как вы понимаете, мы перебрались в онлайн. Я считаю, что это очень хорошее решение. Сегодня в студии вместе с экспертами и гостями мы обсудим эту проблему, разберемся во всех этапах ее существования, поговорим, как предотвратить, что делать и как понять вот этот сам факт. К сожалению, сексуальное насилие и эксплуатация в отношении детей существуют, но с этим можно бороться. И сегодня со мной в студии эксперты и гости. Давайте с ними познакомимся. Итак, среди экспертов сегодня присутствует начальник отдела по защите и помощи мигрантам представительства МОМ в Беларуси Татьяна Верига. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня также с нами психолог, координатор реабилитационного центра представительства МОМ в Беларуси Наталья Акрилович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ведущий специалист по профилактике социального сиротства СОС детской деревни Олеся Чернявская. Добрый день. Ну, это наши эксперты. Сегодня мы с вами будем задавать вам максимальное количество вопросов. Я уверен, вы на них ответите и расскажете нам, здесь собравшимся людям, ну и, конечно же, нашим зрителям об этой проблеме, чтобы мы знали о ней, знали, как с ней бороться и что делать. Ну и для того, чтобы задавать вопросы здесь сегодня я, а также наши гости, наши гости, давайте знакомиться, это пара очаровательных ведущих, Максим и Инна Юговы. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть ребенок, я знаю, да, это мальчик, ему 8 лет. Проблема актуальна, вы можете задавать вопросы, думаю, у вас найдется, что спросить. Также с нами еще одна мама и также это директор детской модельной школы, мадмазель Адри Нинель Арекелян. Здравствуйте. Ну что ж, гости, сегодня вы слушаете экспертов, задаете вопрос, если вам кажется, что вопрос глупый, лучше его задать, эксперты на него, я уверен, ответят. Ну что, давайте начинать разбираться, давайте начинать разбираться в этом непростом вопросе. И вам, наши дорогие эксперты, сегодня поможет еще один эксперт, с которым мы встретились заранее, пообщались, записали интервью. Это глава представительства МОМ в Беларуси, мама троих детей, Махым Аразмухамедова. И наш эфир, я бы хотел начать с ее слов. Посмотрим на экран. К сожалению, проблема сексуальной эксплуатации детей с каждым годом приобретает актуальность. Это подтверждается статистикой, данными о Республике Беларусь, где количество преступлений против половой неприкосновенности детей растет, к сожалению, с каждым годом. Пандемия коронавируса в этом году, конечно, внесла свои коррективы в некоторые направления. Самоизоляция, карантин и то, что дети должны больше времени находиться дома, это означает, что они больше времени тратят в интернете. На сегодняшний день преступники-вербовщики переадаптировались, и они проводят свои вербовки через разные онлайн-ресурсы, через разные онлайн-платформы. К сожалению, этому свидетельствует повышение количества звонков на нашу горячую линию по противодействию торговыми людьми. Зная об этой ситуации, об этих тенденциях, мы не можем остаться в стороне, и наше сегодняшнее ток-шоу и информационная кампания является своего рода ответом на этот феномен. Цель нашей информационной кампании сегодня — это попытка привлечь внимание всех заинтересованных сторон на проблему защиты детей от сексуальной эксплуатации. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, каждая пятая жертва на глобальном уровне является ребенок. Республика Беларусь также не встает в стороне от этих глобальных тенденций. Сегодня нужно сплотиться и скоординировать действия всех заинтересованных сторон, когда речь заходит о противодействии торговыми людьми, в частности, о насилии и сексуальной эксплуатации детей. Поэтому очень важно, что наши ток-шоу будут смотреть не только в Беларуси, но и за пределами страны. Спасибо, Махим, за ваши комментарии. Теперь мы, собственно, и начнем это ток-шоу, начнем разбираться здесь и сейчас. И начнем мы с вопроса, который, возможно, возник у наших онлайн-зрителей. Уважаемые эксперты, расскажите, почему проблемой сексуальной эксплуатации, насилия сексуального в отношении детей занимается Международная Организация по миграции? То есть, как связаны вот эти две проблемы? Добрый день. Наша организация, Международная Организация по миграции, занимается вопросами противодействия торговли людьми. Попробую в двух словах рассказать, что же это за вопрос такой, что за проблема, что за феномен торговли людьми. Торговля людьми – такое явление, в которое обязательно должны быть включены три основные компонента. Это действие, средство и цель. Действие под этим компонентом мы понимаем вербовку, вовлечение, перевозку, укрывательство человека, ребенка либо взрослого. Под средством мы понимаем применение силы, насилия, также использование уязвимого положения, использование власти. Под компонентом цель мы понимаем эксплуатацию. В частности, это может быть и трудовая эксплуатация, сексуальная эксплуатация, это может быть изъятие органов, например. То есть здесь различные виды могут присутствовать. И таким образом мы идентифицируем наших бенефициаров, наших пострадавших от торговли людьми. Эти три компонента касаются взрослых людей. Если мы говорим о ребенке, который может быть идентифицирован как пострадавший от торговли людьми, то тогда второй компонент средства у нас выпадает. У нас есть тогда действие вербовка, в частности, и цель эксплуатации. В частности, сегодня мы говорим о сексуальной эксплуатации. Как же связано торговлю людьми с темой детского насилия? Мы видим это следующим образом. Если ребенок вовлекается в сексуальное насилие или в эксплуатацию, то потенциально он может стать жертвой торговли людьми. Мы не можем говорить о том, что проблему нужно замалчивать. Нам нужно, наоборот, выносить ее на широкое обсуждение, потому что проблема является латентной проблемой. Мы говорим о том, что многие, те, кто никогда не слышал об этой проблеме, они стараются отмахаться, стараются закрыть глаза на то, что это существует. Те люди, которые когда-то слышали, столкнулись с вопросом о сексуальной эксплуатации детей, каким-то образом были вовлечены, скажем так, родители детей пострадавших, они, возможно, часто стараются даже отказаться от помощи для того, чтобы не обсуждать эту проблему публично. Хорошо. А расскажите, насколько проблема, вот на видео Махэм мы видели, что она говорила, да, это и во всем мире происходит, само собой, и здесь у нас, насколько проблема масштабная и распространена здесь в Беларуси? То есть, ну, насколько вам приходится много работать? Какие случаи наиболее распространены, скажем так? Наиболее распространенными случаями, которые мы встречаем в своей практике, являются случаи вовлечения детей в проституцию и вовлечения детей в порнографические съемки, в производство порнографической продукции. Как не ужасно это звучит, от 10 до 15% нашей статистики ежегодной составляют дети. Число это не уменьшается. В частности, можно сказать, что даже пандемия коронавируса внесла свои коррективы в этот процесс, и мы наблюдаем рост таких преступлений, как вовлечение детей в производство порнографической продукции. Мы понимаем, что сейчас дети многие не ходят в школу, находятся дома, могут быть в интернете круглосуточно практически, и тогда легко могут попасть в сети преступников, которые в принципе тоже адаптировались уже и в интернете и ищут своих жертв. То есть, скажем так, на данный момент с учетом фактора пандемии увеличилось количество таких преступлений? Количество таких преступлений увеличилось. По официальным данным, по статистике, за 9 месяцев текущего года число таких преступлений, а именно детей, вовлеченных в производство порнографической продукции, удвоилось по сравнению с 2019 годом. А как вот этот механизм работает? Как идентифицировать, что вот прямо сейчас происходит вот эта вот история, когда ребенок подвергается вот этому насилию через интернет? Идентификация происходит с помощью национального механизма перенаправления пострадавших от торговли людьми. Есть такой механизм, который мы адаптируем, который мы выстраиваем в Республике Беларусь. В этот механизм входит достаточно много участников. Это представители государственных органов, представители общественных организаций, это и международная организация по миграции. В этом механизме каждый участник знает свою роль, знает проблему торговли людьми, знает, как идентифицировать пострадавших. И мы ведем статистику нашей организации, где мы говорим о тех людях, которым мы оказываем помощь. Хорошо, вот вы говорите, что есть, ну вы ведете статистику во время там идентификации таких случаев, а есть ли какие-то вот факторы, да, вот как пандемия, которые увеличили количество таких преступлений? Какие-то факторы еще влияющие, например, я не знаю, возраст ребенка есть такое, там пол или, ну какие-то, это влияет как-то на... Развитие интернета, возможно, да? Да, конечно, развитие технологий здесь, наверное, можно назвать как решающий фактор, потому что чем дальше, да, тем больше различных методов увлечения. Например, социальные сети. Наши дети стали, очевидно, в более раннем возрасте пользоваться социальными сетями. И именно поэтому сейчас очень важно говорить о том, чтобы контролировать, наверное, детей в интернете больше и строить отношения с ребенком на доверии для того, чтобы знать, что происходит с ним в социальных сетях, знать, какие у него виртуальные друзья, потому что это тоже является таким вот фактором, который может спровоцировать ситуацию сексуального насилия. А вот статистика показывает больше подверженное вот этим преступлением, ну вот влиянию, да, мальчики или девочки? Как правило, нет каких-то определенных возрастных рамок или там мальчики или девочки больше пострадают. Единственное, можно добавить, что возраст 3-10 лет, вот это такой период, когда дети могут условно быть в зоне риска, потому что в этом возрасте очень сложно словами описать, что произошло с ребенком, рассказать об этом. Ребенок может, в принципе, не понимать, что с ним произошло, вот, и преступникам, конечно, проще с такими детьми наладить какую-то связь, да, шантажировать, угрожать, говорить о том, что нельзя никому рассказывать про нашу тайну, и этим они пользуются, и, в принципе, вот этот возраст наиболее такой в зоне риска находится. Но это не правило, то есть это такое может быть, но, в принципе, любой ребенок может пострадать, независимо от пола и возраста. К сожалению, каждый год фиксируется все увлечение количества мальчиков, которые пострадали от сексуально, именно от преступлений на сексуальной почве, и в настоящее время мальчики составляют где-то около 30% от всех потерпевших, вот, но следует учитывать, что по международной статистике становится известным один из 30 реальных случаев. То есть можно смело умножать на 30 официальную среду? Да, к сожалению. Можно вопрос? Да, конечно. Мы вот все верим, что живем в особенной стране, и если что-то где-то происходит, то это только не у нас, да, но пока, собственно, сами не столкнулись, наверное, с такой проблемой, но я вот лично верю, и мне кажется, что в моем окружении таких случаев не было, и мой ребенок никогда не столкнется с подобным. Наша национальная черта, там, я не знаю, там всевозможные толерантности, спокойность, какое-то, может быть, какая-то, ну, уравновешенность, не знаю, влияет ли как-то, то есть можно ли говорить, что у нас поменьше всего этого происходит, или оно прям существует? Оно прям существует, да. То есть поменьше вряд ли можно сказать об этом. С каждым годом, в принципе, увеличивается и статистика, и раскрытие, и дел, которые заводятся по таким ситуациям, их гораздо больше становится. Ну, надо отметить, как бы для хотя бы какого-то минимального, минимального спокойствия тот факт, что во многом количество дел сейчас регистрируемых увеличивается в связи с тем, что появился механизм, и он как бы дорабатывается постоянно, механизм, как выявлять потерпевшего ребенка. Плюс очень важно, что появился механизм, как привлечь насильника к ответственности, и он достаточно четкий и хорошо прописанный. И это дает возможность, когда ребенок заявляет о том, что он подвергся насилию, очень четко как бы провести его по всем этапам и наказать человека, который это совершил. Да, я вот соглашусь, Олеся, и еще хотела добавить, что, может быть, еще несколько лет назад эта тема не так сильно муссировалась во всех СМИ, а сейчас как-то больше стало информацией на этот счет, и, мне кажется, информированность и родителей, и экспертов, и вообще, в принципе, обычных людей повышается. И за счет этого мы тоже можем сказать, что эта проблема больше стала на показ, и больше стало людей и детей, которые мы видим, что какая-то работа с ними ведется, и реабилитация будет в итоге, и дела будут раскрыты. Ну вот даже, например, если раньше считалось, что сексуальное насилие и вообще какие-то действия сексуального характера по отношению к ребенку может проявить только незнакомый человек на улице, в темном переулке. Теперь нет, теперь все больше и чаще говорят о том, что как раз-то вот такие случаи – это единичные случаи, а больше всего случаев – это когда знакомые, друзья, близкие родственники и так далее, люди, которые хорошо знакомы ребенку не один день. А у меня, знаете, какой вопрос? Глядя на ребенка, есть ли какие-то критерии, на которые нужно обращать внимание, понимая, что что-то с ним происходит не то, что что-то идет не так, и, возможно, есть повод для беспокойства? Конечно, в принципе, да. На мой взгляд, если ребенок вел себя, было все хорошо, он хорошо спал, кушал, общался с окружающими, в школе было все хорошо. И сейчас вы понимаете, что что-то не так, да, что есть какая-то тревога у ребенка, что и в школе как-то дела идут не очень, и он закрывается, не хочет общаться, или наоборот, какие-то частые истерики. Это все такие факторы, которые, в принципе, на что можно обратить внимание. То есть изменения в поведении. Да, изменения в поведении, да, в каком-то психологическом состоянии ребенка. И, исходя из этого, можно уже дальше как-то строить общение, пытаться узнать, что, как, что беспокоит. Стоит ли заранее поговорить с ребенком об этом? Ну, то есть вот мы понимаем, что, мы опять-таки верим, что все хорошо, все спокойно, без каких-то изменений в настроении. Но превентивно какой-то разговор провести, вот ему 8 лет, например, что ему рассказывать? Будь осторожен, не поддавайся там на всевозможные разводы в интернете. Увидишь дядю? Не смотри на него. Это банальная вещь, опять-таки все, наверное, по-другому. Сейчас и дети не ходят по темным переулкам особо, да, потому что... Ходят, ходят. Да, но это не единственное место, в принципе, где можно столкнуться с такой проблемой. Ну, то есть стоит ли поднимать эту проблему, пока ничего не случилось? Вот вопрос. Не просто стоит, а нужно. Ну, необходимо. Я бы сказала, что 8 лет – это уже поздно. Так, а что мы вот делаем? Вот смотрите, давайте гипотетически разыграем ситуацию. Вот у меня мальчик, ему 8 лет, он уже знает, что... Он очень любознательный, он видит во все возможности, которые ему представляет этот интернет и мир в целом. Ну, то есть у него там есть свой аккаунт в ТикТоке, да, он там чатится с друзьями, вот я его сажаю напротив себя и говорю, так, Миш, значит, и что дальше? И вот это уже первая такая... Можно сказать, что... И это не самый лучший вариант. Вы сажаете его напротив и говорите ему, что всем своим видом, что сейчас будет очень важный разговор. Что делать? Давайте. Да, да. На самом деле, ну, мои рекомендации. То, что я, например, тоже делала со своим ребенком для того, чтобы не напугать. А со скольки, кстати, надо начинать? Ну, я начала говорить с ребенком уже с 3-4 лет, потому что я понимала о том, что мой ребенок ходит в детский сад, мой ребенок ходит на какие-то кружки, где... Общается. Общается, и я уже как бы не имею возможности там 24 часа в сутки быть с ней, наблюдать и как бы стелить... Девочка? Девочка, стелить соломку. Это у меня пунктинг был, между прочим. Вот. Поэтому первое, что я сделала, это научила и сказала, как нужно называть интимные части тела, чтобы она могла их назвать своим языком. И как? Мы же можем об этом говорить. Мы же в интернете, да? Наконец-то. Наконец-то. Мы в интернете. Ну, вещи должны называться своими именами однозначно. Это не стыдно? Это не стыдно. Это как раз одна из причин, почему ребенок и не может никому рассказать, если что-то с ним происходило, потому что он не знает как и стыдится, потому что родители не проговаривают название этих частей тела. То есть мы относимся к этим частям тела так же, как к глазам, носу, ушам, только их не показываем. Ребенок вот это должен понимать. Их не показываем и можем их... То есть есть такой момент, что к этим есть правило купальника. То есть то, что закрыто купальником. В Крыму мы видим правило купальника. Ну, до определенного возраста, а потом это все-таки закрывается. Хорошо, правило трусиков. Трусики-то даже вносятся постоянно. И то, что закрыто трусиками, это никто не трогает, кроме родителей, в определенные моменты. То есть, например, если моемся в ванне, если, например, с родителями пришли к врачу, и все. То есть эти места должны... Если кто-то к ним или одногодка, такой же ребенок, как и ты, дотрагивается к этим местам, то про это должен знать доверительный взрослый. Это не обязательно может быть родитель. Конечно, это шикарно, если это будет родитель. Это может быть психолог или лучший друг семьи. Но это должен быть тот взрослый, которому ребенок доверяет, и которому он может рассказать, когда какое-то правило установленное нарушается. Но сейчас же новая технология, опять-таки, и сейчас можно не трогать. Сейчас все доступно в интернете, и можно показывать. И не показывают. То есть это же тоже важно. Тогда моему ребенку сейчас 16 лет. Тогда, когда мы с ней разговаривали, больше было актуально, конечно, трогаю. То сейчас, да, конечно же, этот момент добавляют, что и не показывают. Причем, понимаете как, это должно быть... То есть мы говорим о ребенке трех лет, и мы говорим ему уменьшительно ласкательные, очень коротко, как бы между прочим, не как бы вот садись. Я с тобой поговорю сейчас о таких очень важных местах. А вплетаем в жизнь. А вплетаем в жизнь, да. Вплетаем в жизнь. Потом ребенок, появляется у него еще какая-то свобода, мы ему покупаем мобильный телефон, мы еще что-то, мы добавляем ему правила. То есть это не должно быть вот так вот, грубо говоря, 35 минут такой лекции. То есть это буквально 2-3 минуты и пошли дальше. 2-3 минуты и пошли дальше. Причем очень советую даже проигрывать какие-то моменты. То есть вот, например, там, давай вот тебе вот такое что-нибудь предложим. Что ты сделаешь в этой ситуации? Главное, чтобы это было по возрасту. Чтобы методы и формы, в принципе, того, чего вы будете рассказывать, должны меняться в зависимости от возраста ребенка. Ну и, соответственно, и добавляется какая-то информация. Если там ребенок старше, значит, уже как-то можно более подробнее что-то рассказать и описать. Есть сейчас очень много и литературы, и есть рисунки, когда можно абсолютно показать. То есть ребенку... Но самое главное тут есть то, что мы говорим и то, что мы транслируем невербально. Если родитель в этой ситуации будет, да, говорить правильные слова, но он зажмется, и ребенок будет считывать его ужас от этого разговора, то тоже, как бы, к сожалению... Ну, понятно. Нужно транслировать спокойствие. Да, да, расслабиться и, как бы, вот, говорить сам себе, что это такое уже правило, как любое другое. Мне кажется, самое еще главное, почему нужно говорить детям о таких ситуациях, это то, что любую информацию сейчас можно найти в интернете, да. Другой вопрос, как и кто будет ее рассказывать, и что он найдет в самом этом интернете, да. Поэтому здесь важно, чтобы именно родители или тот человек, которому доверяет ребенок, сказали первым об этом, чтобы ему не пришлось изначально искать это в каких-то ресурсах, которые, в принципе, может быть и неправильные будут для него. Да, если можно, я хотела бы добавить еще пару слов буквально про безопасность в интернет, да. Если уже ребенок достиг того возраста, когда он использует социальные сети, когда он пользуется интернетом, то, безусловно, важно ему рассказать еще о правилах каких-то или вот об опасностях, которые может таить интернет. В частности, о том, что надо быть осторожнее с виртуальными друзьями, да, как бы убедиться или фактически невозможно убедиться, что по ту сторону экрана находится там сверстник, скажем, потому что преступники часто представляются сверстниками, одногодками, да, для того, чтобы его втянуть в доверие, как бы воспользоваться его вот возрастом и тогда предлагать, там, скажем, переслать фотографии и так далее. Либо встретиться в реальной жизни. Это тоже должно быть важно, донести до ребенка, что встречи с виртуальными друзьями – это вещи, которые могут таить опасность. Родитель должен ли контролировать, проверять телефон, сообщение и так далее? Потому что я, например, как мама, всегда хватала за телефон, начинала смотреть, с кем переписывается мой ребенок. По данному, скажем, вопросу психологи некоторые рекомендуют… Не нарушать личные границы. Да, это как предподносят так, что родители нарушают личное пространство. Об этом много и в интернете есть. То есть мне сразу ребенок говорит, ты нарушаешь мое личное пространство. То есть вот как быть? Все-таки нужно ли контролировать, проверять сообщения? Либо все-таки это делать так, чтобы ребенок не видел? Такой момент в отношении интернета должны применяться те же правила, как и в обычной жизни. Несмотря на то, что это виртуальное пространство, но правила из обычной жизни должны переноситься на виртуальное пространство. Вопрос этот очень сложный, и на него нет единого ответа, потому что и родители разные, и дети разные, и ситуации разные. Тут скорее, на мой взгляд, было бы важно первоначально устанавливать определенные отношения с ребенком и поддерживать его. Возможно, да, как бы личные границы – это очень важно, потому что благодаря личным границам ребенок никогда не станет жертвой. Только благодаря личным границам. И поэтому их надо как родителю и любым другим людям очень четко отслеживать, чтобы они у ребенка были и сохранялись. И поэтому, например, отбирая у ребенка телефоны или совершая такие достаточно… С моей стороны родители совершают тоже насилие тем самым. Как бы действуя во благо, одновременно это действие превращается в противоположное. Поэтому тут прежде всего опять же вступает в система правил. То есть есть правило о том, что секретов от мамы, да, они могут быть, но если мама или папа говорит о том, что нужно показать телефон, что нужно показать переписку, это надо сделать. То есть это правило, потому что… Но ты это делаешь добровольно. И про это надо проговорить с ребенком. Плюс, что тоже очень хорошо работает, это когда родители могут попросить ребенка о том, чтобы он, например, сделал другом одного из своих родителей или обоих родителей в социальных сетях. На эту тему они придумали что-то другое. У всех подростков есть приватные аккаунты, то есть есть аккаунты для родителей, есть приватные аккаунты. И в приватном, конечно, если зайдешь… Должен сохраняться какой-то баланс, понимаете, гармонию нужно найти. То есть, конечно, забирать телефон или говорить, давай я буду смотреть, так, конечно, делать нельзя. Еще должны тоже родители понимать, что если, условно говоря, до 10-13 лет они этого не делали и не требовали у ребенка, чтобы они с ним делились чем-то, чтобы они показывали свои соцсети, то делать это вот сейчас, потому что вот сейчас мне так захотелось взрослому человеку, нельзя. То есть все должно идти постепенно. Отношения в семье должны выстраиваться с рождения ребенка. И только так можно добиться к определенному возрасту каких-то доверительных отношений, и, возможно, ребенок действительно будет готов поделиться с вами чем-то. Или если не всем, то хотя бы большая часть того, что у него есть, происходит в жизни. То есть это не может возникнуть вот так, вот сейчас просто так. То есть это процесс длительный, который выстраивает отношения между родителями и детьми. Допустим, вот есть статистика, да, определенный процент детей подвергаются насилию. Вот как выявляется это преступление, и вообще происходит ли анализ родителей? Мне интересно конкретно, это дети, которые, скажем, лишены внимания родителей, либо это не из благополучных семей, насколько, да. Либо когда ребенку много свободы дается, например. Да, вы знаете, это большое заблуждение, когда считается, что только неблагополучные, условно неблагополучные семьи, да, попадают в такого рода истории. Нет, то есть любого, там, достатка, любого образования родителей, то есть это неважно. То есть в любой семье, к сожалению, такое может случиться. Вот, поэтому здесь как-то вот говорить о том, что только какие-то неблагополучные нельзя. Чаще всего психологи говорят о том, что именно ребенок, у которого в семье определенным образом сложились детско-родительские отношения, то есть их фактически нет, ребенок, у которого нет определенных отношений с каким-либо из взрослых, доверительных отношений, с каким-либо из взрослых. Потенциально этот ребенок больше подвержен насилию и, возможно, у него больше вариантов стать жертвой, к сожалению. Да, но это не равно неблагополучной семье. Абсолютно не равно. То есть даже в условно благополучной семье, например, если там два родителя с хорошим достатком, с образованием, да, но мы не знаем, что творится в этой семье с закрытой дверью, да, какие там отношения. Ну, родители могут работать. Они могут работать 24 часа в сутки. То есть все-таки нехватка времени и внимания тоже влияет. Может влиять. Может влиять. Может влиять, да. Причем, понимаете, как тут тоже момент такой есть. Что значит нехватка времени? У меня, например, нет времени, но я знаю, что приходя домой, у меня есть 10-15, максимум 20 минут на то, чтобы только отдать его ребенку. Ни на что другое. Ни на телефон, ни на телевизор. Там супруги супругу, ни приготовка еды там или уборка. А я просто отдаю эти 15-20 минут ребенку, и зачастую ему будет больше, чем даже достаточно. Понятно, что это тут тоже варьируется от возраста, от интересов. Но, тем не менее, то есть вот я и ребенок, все. И я, опять же, тут тоже очень важно, не только я и ребенок вербально, но и жесты, и моя голова, то есть мои мысли тоже тут вместе с ребенком находятся. Смотрите, сейчас мы много с вами говорили о тех ситуациях, когда мы общаемся с детьми, мы где-то там смотрим вот их социальные сети, когда мы рядом с ребенком находимся. Давайте поговорим о тех ситуациях, о том времени, когда ребенок не с нами рядом. Например, наши гости. Вот Максимина, вы можете назвать места, где ваш ребенок без вас находится? Вот как раз у меня был вопрос именно вот в этом направлении. Сейчас такое время, что детей нужно заставлять идти на улицу. Ну, вы, наверное, понимаете, да? И благо у нас появился самокат, и эта душина такая, он теперь с удовольствием там проводит время с друзьями, где-то катается, ну, один самостоятельно. Восемь лет уже, в принципе, достаточно такой, чтобы мог себе и компанию подобрать, и как-то проводить время. Даже иногда старается сторониться родителей. Вопрос вот такой. То есть откуда все-таки может прийти угроза, понимая последние тенденции? То есть улица все-таки или интернет? Потому что все равно он в интернете проводит, ну, 80% своего времени. Смотри, тут вопрос был больше, где он бывает без нас? Ну, то есть школа, улица, бассейн, плавание пока. Вот это такая скользкая тема, раздевалка, вся вот эта история. Бассейн, плавание, ну и какое-то свободное время, когда он гуляет во дворе. Анинелли, расскажите вы, вот вам приходят в школу дети, они добираются сами или их привозят родители, то есть и ваши дети, где бывают без вас? Мои дети без меня бывают в школе, дома. Ну, в принципе, все. В нашу школу привозят родители до 10-11 лет, наверное, остальные самостоятельно добираются. Собственно, по поводу мест. Сейчас мы об этом поговорим с экспертами, но сначала хотелось бы прорекламировать наш сайт smartparent.by. Там много информации по этому вопросу. А также наш YouTube-канал. Как вы думаете, где вашему ребенку может навредить незнакомец? По статистике, 7 из 10 случаев сексуального насилия происходят в местах, в которых, как нам кажется, дети наверняка находятся в безопасности. Ведь даже общаясь в социальных сетях, сетя дома, ваш ребенок может стать жертвой. Будьте бдительны, наблюдайте, общайтесь со своими детьми, интересуйтесь, как у них дела и как прошел их день. Опасность может быть не там, где вы ее ожидаете. Звоните на горячую линию, если у вас есть подозрения, что ваш ребенок может подвергаться сексуальному насилию. Друзья, заходите на сайт smartparent.by. И, конечно же, на наш канал. Там много полезной информации для родителей, для детей. Поэтому ждем вас там. Ну и, собственно, по поводу мест, ситуаций, где нет родителей рядом с ребенком. Вот расскажите, уважаемые эксперты, как вот там сохранить ребенка в безопасности? Есть ли какие-то методы, способы, инструменты? Действительно, во всех вот этих местах, которые мы увидели на экране, может поджидать опасность детей. То есть это не значит, что именно там могут происходить насилия. Но преступник может так находить своих, словно говоря, жертв. То есть это могут быть и детские площадки, где находится очень много детей. У нас были истории, когда ребята катались, есть такая площадка, где катаются на скейтах. Вот там тоже очень много было пострадавших детей именно вот с той компанией. Самое главное здесь, чтобы ребенок знал меры предосторожности. Что ему делать, как стоит вести, как не стоит себя вести. Родители должны об этом ему рассказать. И, исходя из этого, ребенок будет понимать, как он должен действовать в таких ситуациях. То есть, понятно, что исключить такие вот места… Конечно, невозможно. Это невозможно, это нереально. Но и постоянно находиться 24 на 7 с ребенком тоже не представляется возможным. Но, может быть, нужно с ним как-то кого-то отправить, например, постоянно. То есть можно ли ребенка отправлять, я хочу понять, можно ли его оставлять без родителей? Это нормально. Конечно, мы же не можем привязать ребенка к себе или себя к ребенку. Конечно, наступает такой возраст, когда родители должны отпустить или дать какую-то большую свободу ребенку, чем она была до этого. Конечно, поэтому, безусловно, наступает такое время, когда нужно дать свободу ребенку. Там уже ответственность ложится на места, где он находится. То есть там учителя в школе, вот эти преподаватели в кружке, в секции, в бассейне. То есть ребенок все равно должен понимать вот эти меры предосторожности. То есть если даже учитель, например, или тренер, условно говоря, ведет себя как-то неправильно, дотрагивается до ребенка, а ребенок это не хочет, ему это не нравится, или что-то ему говорит, предлагает. То есть ребенок должен понимать, что он может сказать нет, независимо от того, что перед ним какой-то человек, который он вроде как знал. Иногда в нашей менталитете, что если я старший человек, ты должен его уважать, ты не можешь ему как-то перечить, сказать нет, и что такое нет. То есть ребенок должен знать, что если что-то идет не так, ему это не нравится, он может сказать нет. Но это в идеале такая теория красивая. Но вот на меня в свое время произвел вообще такое ошеломительное впечатление фильм «Покидая Неверленд» про Майкла Джексона. Там он оставил массу вопросов, было или не было. Но суть этого фильма такова, что когда ребенок испытывает огромное уважение к человеку, который старше его, фанатеет по нему, дружит с ним, это может быть человек близкий из окружения, этот человек является для него авторитетом. И вот этот переход к границе являлась для тех детей, о которых шла речь в фильме, это таким признанием особого доверия. И дети вот с ними же проводили, потом они уже выросли с ними, проводили многочисленные беседы, с ними работали психологи, и они говорили, что мы не считали, что что-то происходит не так. Это наоборот было, как вверение какой-то грамоты. То есть как будто меня выделили из всех остальных детей. Они воспринимали это как благодарность. И даже мамы, понимая, что они отдают ребенка взрослому человеку, он там с ним спит в одной кровати, живет в одной комнате, они не считали, что они делают что-то неправильное, что-то запретное, потому что казалось, что ну как, ничего не может произойти, они дружат, они работают вместе. И ребенок же, мой вопрос состоит в том, что ребенок испытывает огромную благодарность, чувство уважения, авторитет к человеку близкому, и он не знает, что что-то табуированное происходит. Ну это одна из, к сожалению, это одна из систем работы лиц, которые применяют насилие к ребенку. То есть когда очень медленно, очень аккуратно у ребенка воспитывается определенное отношение к насильнику. Привязанность. Привязанность, любовь. Эмоциональная зависимость. Эмоциональная зависимость, да. И потихонечку вот эти вот проявления со стороны насильника по отношению к ребенку становятся как даже как подарком для ребенка, как показом, что есть действительно реальный человек, который его любит, уважает, ценит, признает его как личность, что для ребенка нужно. Тут, на мой взгляд, достаточно большая ответственность со стороны взрослых людей, которые знали и видели это. И уже тот момент о том, что дети даже кумиру кладутся в кровать, спят с ними, должно было насторожить, и родители должны были предпринять определенные действия. для меня, например, есть очень такой момент, который срабатывает и очень часто действует против детей, что ребенок нарушил правила, он там что-то сделал, и его за это винят. Говорят, что он должен был знать это правило и должен был его соблюдать, а раз ты не соблел, раз ты как бы нарушил, то ты виноват. И это один из моментов, почему дети не признаются в том, что над ними совершилось насилие. Они боятся сказать, даже человеку, которому доверяют, о том, что я нарушил правила, и что тот человек, которому доверяют, вместо того, чтобы обнять его и просто принять таким, какой он есть, что он еще там лишит интернета или начнет ругаться, как ты мог, я же тебе столько раз говорил, как ты мог нарушить это правило, и вообще мы же с тобой столько раз говорили, то есть родители или другой взрослый просто перекладывает ответственность на ребенка, чего вообще ни в коем случае нельзя делать. А что надо делать? Ну то есть жалеть его? Не винить, самое главное. Ну хорошо, не винить, вот не виню, а дальше что делать? Поддержать его, выслушать все, что он расскажет, отнестись с пониманием и с серьезностью, то есть не говорить ему тоже, ты уверен, может быть, это было не так, а может быть, это ты так подумала, на самом деле было что-то по-другому. Верить, самое главное, верить ему, и потом при возможности, то есть ты как-то проверяешь его слова, и дальше уже ты принимаешь решение, что с этим делать, то есть обращаться куда дальше. Вообще есть как бы, есть несколько вариантов поведения. Во-первых, это с чем, что надо однозначно, на чем остановиться, это ваша эмоциональность, то есть как вы отреагируете, когда вы узнали, услышали, подумали, почувствовали, что что-то не так с ребенком. И вы можете, опять же, особенно хочу акцентировать на это внимание, вы можете говорить суперправильные вещи, но если вы на первой реакции покажете ребенку, что как, как ты мог, то дальше можно уже не продолжать, к сожалению. Поэтому первое, это как бы наступить на горло своей песни и наступить на горло своим эмоциям. Это очень сложно. Постараться как бы. Это практически невозможно. Постараться, хотя бы минимизировать, ну хотя бы, хоть как-то вот эту эмоциональную реакцию, не сделать ее взрывом. А следующий момент уже, это как вы себя поведете, будет зависеть от того, возраст ребенка, что он вам рассказал или не рассказал, или кто-то другой, что вы увидели, что вы услышали, что вы почувствовали. Тут уже как бы идут очень конкретные моменты. Но вот то, что и сказала Наталья, абсолютно поддерживаю. То есть, возможно, это даже просто замолчать и посидеть рядом. Подождать, пока ребенок найдет себе силы, возможности вообще вам что-либо сказать. Для того, чтобы, мне кажется, родитель не так эмоционально реагировал, как минимум, наверное, надо даже в средних школах. Какая-то подготовка, хотя бы теоретическая, нужна информационная для родителей. Потому что родитель, например, живет в обычной жизни, думает своим ребенком это не произойдет. И это для родителя тоже шок. Поэтому здесь говорить о том, что держать себя в руках, не показывать эмоции, это очень тяжело. Поэтому, мне кажется, было бы правильно, если бы хотя бы в тех же школах, во время родительских собраний озвучивать, что есть такая проблема, чтобы хотя бы немножко проинформировать. И действительно, вы правильно говорите о том, что нужна вот эта информированность и в школе, и не только для родителей, но и для специалистов, которые работают с детьми. Потому что в школах тоже бывают ситуации, когда дети могут рассказать учителю, да, или психологу в школе. И не всегда специалисты тоже сталкиваются с такой проблемой, и они тоже должны уметь и знать, как справиться, куда направить, что с этим делать. Мы, да, поддерживаем, конечно. А можете рассказать психологический портрет этого преступника? Мне так интересно, кто они сейчас, эти люди. Это практически невозможно, потому что очень сложно описать такого человека, потому что это может быть любой человек, это может быть и родственник, и один из родителей, и кто-то знакомый, и любой профессии. То есть из того, как описывают дети или родители, кто мог. Ну, это любой человек. Но это, как правило, какие-то психологические отклонения. Вот, на самом деле... Или это злой умысел. Одноногий оператор. Вот гримпорит. Это еще один миф по поводу одноногого оператора и мужчины. Да, и миф о том, что они все больные или психически с каким-то определенным психическим отклонением. Нет. Таких очень мало, на самом деле, кто имеет действительно какие-то реальные психические отклонения. Как правило, это обычные люди с нормальной психикой. Да, и зачем-то это надо. И у них есть дети, семьи, они очень могут быть хорошими и мужьями, и семьянинами. Ну, то есть... Вообще, если говорить о портрете преступника, тоже очень такое... Во-первых, изучают только тех, кто привлечен к ответственности. Это надо... То есть мы среди привлеченных. Да, среди привлеченных. То есть это надо учитывать, что как бы определенные люди только в этот портрет вкладываются. Это один момент. Второй момент в том, что преступников как таковых проводилось большое количество исследований в мире и в Республике Беларусь. И преступников особенно не анализируют и не изучают. Изучают в основном детей, их особенность, почему они стали жертвой. И я, например, встретила такое сравнение, что изучать детей в этой ситуации это как изучать жертв дорожно-транспортных происшествий. То есть почему этот человек вдруг бросился не на пешеход побежал, а вот побежал вот так, как побежал. Почему-то как бы в дорожно-транспортных происшествиях изучают именно водителя, что привело к тому, что как бы произошло это столкновение. А тут в отношении несовершеннолетних, которые стали жертвами насилия, изучают именно, какие характерологические особенности ребенка привели к тому, что он стал жертвой. Понятно, малый процент раскрываемости ввиду сложности работы с жертвой. Скрытность. Это очень латентное преступление. Есть какие-то данные. Сколько-то этот человек были обнаружены, наказаны, каким-то образом система же должна работать по выявлению этих товарищей. Нет, система работает. Система работает и анализ людей, которые привлекаются к уголовной ответственности, он также ведется, что это и как мужчины, так и женщины, что они могут быть разного возраста, тем более сейчас, если мы говорим о преступлениях в сети интернет, то наоборот, люди более молодые, которые хорошо разбираются в интернете, могут очень так грамотно все обустроить, они чаще могут применять насилие. Как, например, одно из дел, когда мама сама своего трех-четырехлетнего ребенка фотографировала и сама предлагала фотографию ребенка, продавала. Так вот в этом и вопрос. То есть это кто делает? Это с целью коммерческой какой-то выгоды, либо это просто псих, который получает от этого свое извращенное... По-разному. Поэтому по-разному, что нет каких-то определенных разделов. Посмотреть немножко на тех, кого обнаружили. Вот там товарищ кошмарил во дворе, ловил детишек в лифте, я очень условно говорю, и стало понятно, что такие люди живут по соседству и они могут быть и в твоем дворе также жить. На самом деле никто, особенно в отношении детей, маленьких детей, особенно никто никого не ловит на улице. Это длительный и очень аккуратный процесс, когда ребенок идет на этот контакт в результате самостоятельно. таких случаев, когда незнакомец там в лифте их очень мало. Исключая, наверное, сеть интернет, да? В сети интернет, да. Но на улице это однозначно. То есть это может быть любой человек, который установил с какой-либо целью контакт с ребенком. Это может быть цель, может быть действительно какой-то непосредственный сексуальный контакт. Цель может быть фото, видео. Целей могут быть абсолютное количество, их много. И, к сожалению, эти цели развиваются, появляются все больше и больше, и они разнообразны. Уважаемые зрители, мы хотим, чтобы вы понимали, насколько важно повысить информационный фон в обществе в этом вопросе. Собственно, это то, чем мы здесь и занимаемся. И вопрос к вам, эксперты, расскажите, куда обращаться, чем занимаются конкретно ваши организации, когда к вам обращаются, кто это, куда звонить, что делать. Что касается международной организации по миграции, то бенефициарами наших проектов, наших программ являются пострадавшие от торговли людьми, в том числе и дети. Мы оказываем различные виды помощи, мы знаем о том, что, наверное, самыми важными видами помощи в случаях сексуального насилия и эксплуатации является помощь медицинская, помощь психологическая, помощь юридическая, если требуется, допустим, адвокат для ведения уголовного дела по данному случаю. И, безусловно, другие виды помощи также доступны. Наша организация оказывает и другие виды помощи, скажем, закупка каких-то вещей первой необходимости для ребенка, то есть то, что требуется в данном случае. Каждый кейс, каждый случай у нас оценивается индивидуально, и на основании такой оценки мы можем понимать, какой вид помощи требуется данному человеку, данному ребенку. Также на базе международной организации по иммиграции функционирует реабилитационный центр для пострадавших от торговли людьми, который, как правило, мы принимаем взрослых, но и детей в том числе вместе с родителями, где мы уже полностью оказываем комплекс на помощь, которую уже Татьяна рассказала. Ну и наша организация СУЭС Детские деревни, у нас такая очень большой спектр поддержки, которую мы оказываем. Во-первых, в рамках нашей организации действуют так называемые дружественные комнаты, комнаты дружественного опроса. Что это имеется в виду? Это определенное помещение, где ребенок в процессе разговора со специально подготовленным человеком рассказывает о ситуации насилия. Сразу отмечу, что в эту комнату нельзя попасть. Я думаю, что я родитель, я думаю, что моим ребенком совершается насилие. Вот ребенок, пожалуйста, опросите его и скажите, да или нет. Эти комнаты работают исключительно только по направлению правоохранительных органов. То есть есть ребенок, есть сообщения в правоохранительные органы, и они уже привозят этого ребенка с родителями или без в зависимости от ситуации, и мы проводим такой опрос. Следующая поддержка, которую мы оказываем, это, опять же, как и говорила Татьяна, на основе оценки именно конкретно потребностей данного ребенка, данной семьи, его родителей, мы оказываем поддержку. Это могут быть разные виды поддержки, и психологическая, и психотерапия, и какие-то вещи социального плана, и материальные вещи, и, конечно же, юрист, адвокат. И в том числе, если есть необходимость, если, например, маме с ребенком опасно находиться в том месте, где они проживали, то мы можем им и предоставить и временное проживание. Такое тоже у нас возможно. Это, как бы, один вариант поддержки, но у нас есть также и в детской деревне Могилев, СОС детской деревни Могилев. Там работает и так называемая кризисная линия, на которой консультируют психологи, непосредственно работающие в комнате опроса, проводящие опросы. То есть, если это родители, если это ребенок, или если это специалист, который не знает, что делать, он может набрать, позвонить, и сотрудник детской деревни проконсультирует, что делать, как лучше себя вести, как разговаривать с ребенком, кому сообщать, что делать, пошагово. А такой вопрос, вот можно ли как-то оценить, вот вы можете оценить успешность интеграции ваших служб, ваших мест в проблему вот этих детей, которые к вам обращаются. То есть, как долго вы с ними работаете, до какого момента. Ну, то есть, я понимаю, что у вас нет данных по тем, кто к вам не обращался, правильно? Ну, вы же не будете знать. Но вот те, кто обращался, то есть, успешность вашей работы. Ну, я хотела бы отметить, что успешность достаточно высокая по тем, кто обращается. Многие, к сожалению, отказываются от поддержки по разным причинам. это не только связано с тем, что я как родитель и я как законопредставитель считаю, что лучше с ребенком вообще ни про что не говорить. Он со временем забудет, сотрется и все. Это не только из-за этого. Во многом, например, родители не приходят и не продолжают работу, потому что они живут далеко. Они, специалист, которому они доверяют, которому они могут обратиться за помощью, он находится вне доступа. А возить ребенка, особенно если это маленький ребенок, то это достаточно далеко и тяжело, это еще дополнительная травма для него. Поэтому как бы те, кто с нами остался, тот, кто как бы системно получает поддержку, результативность и как бы минимизации последствий травмы действительно очень как бы большая. Я могу сказать, что дети намного лучше себя ощущают после этого. Даже уже после того, когда они в комнате опроса проговорили эту историю, она теперь не является тайной его и насильника. Это уже как такой факт терапии, определенной для ребенка. Вы говорили в основном про уже состоявшийся случай, про работу с жертвами. что делать родителям? Опять-таки мы понимаем, что с нашим ребенком ничего не случится, но вдруг что-то не так. Вот кому звонить? Мало ли вдруг подозрение какое. Вдруг начинали разговор с каких-то знаков, звоночков. Ребенок поменял поведение, стал подозрительно как-то вести себя. Существует горячая линия 8801 201 4 5, на которую можно позвонить и получить информацию о тех вопросах, которые интересуют. И уже непосредственно специалисты... Да, вы можете рассказать о своих опасениях и вам проконсультируют. Если есть какой-то конкретный вопрос, куда дальше двигаться, что делать, вам тоже подскажут и расскажут уже на основании вашей конкретной ситуации. Ну и есть в том числе и линии, которые работают, например, в Минском городском центре помощи семье детям. Там у них тоже есть линия психологической помощи для детей и подростков. То есть сейчас самое главное понять, что что-то не так, и я хочу и могу что-то сделать. И тут уже опять же интернет в помощь, то есть организации, которые помогают, в которых можно просто позвонить и спросить, что мне делать. Вот такой-то момент. Ребенок, я захожу к ребенку в комнату, он стал закрывать, сразу же при мне закрывает весь свой аккаунт, убирает телефон и говорит, мама, выйди. Или начинает беспокоиться, у него изменилось поведение, он, например, все было хорошо, он абсолютно спокойно ездил на троллейбусе, на автобусе в школу, а тут вдруг он говорит, нет, я не хочу, я буду ходить пешком, или я хочу поменять маршрут. Есть уже маленькие звоночки, которые должны насторожить, и если этих звоночков ни один, ни два, то тут уже обязательно специалисту надо, как бы родителю надо уже что-то делать и искать, спрашивать, задавать вопросы людям, которые в этом разбираются и которые могут помочь. Главное не стесняться, не бояться, то есть вот это сделать первый шаг для того, чтобы был какой-то потом результат. Хотелось бы поговорить еще об одном канале, откуда поступает информация, это СМИ, средства массовой информации. Вопрос к вам, эксперты, насколько вы разделяете, насколько вы считаете актуальным освещение реальных кейсов в СМИ, были ли такие примеры и как они должны освещаться? по этому вопросу дайте комментарии, пожалуйста. Вообще в мировой практике существует определенная этика журналистов при освещении этих вопросов. К сожалению, в моей практике и не только в моей были случаи, особенно это касалось небольших населенных пунктов, когда в погоне за определенными такими жареными фактами, даже не называя имени, даже как бы первые буквы, фамилии и так далее, но описывая ситуацию, было очень четко понятно, кто потерпел, где он проживает, и это приносило еще большую травму ребенку. К сожалению, надо отметить, что этика журналистов очень часто страдает в этом отношении и идет на первый план, что эти все заголовки, связанные с сексуальным насилием, всегда привлекаемы и интересные для публики. Хорошо, это вы про негативную сторону освещения в СМИ, а позитивная есть какая-то сторона? Нужно ли это делать? Это нужно делать, это нужно делать, но понимаете как, надо понимать, что освещать и как освещать. Например, очень часто говорят о том, что показывают, что вот такое дело, но ребенок соврал. И оп, и уже говорят, формируется определенная мысль, что да, дети очень часто врут о сексуальном насилии. Или, например, осветили, и причем осветили настолько, что никто не догадался, но ребенок читает это у себя, про себя, и как бы узнает, и еще для него это опять очередная травма. То есть тут как бы надо очень четко подходить, что к цели этого освещения. или мы хотим показать о том, что вот, что эта проблема существует, или мы хотим показать о том, что какой-то очень такой известный человек или насильники рядом с каждым из нас. То есть тут надо четко понимать цель, которую мы ставим перед этим материалом. Да, мне хотелось бы добавить, наверное, что здесь нужно какой-то искать баланс между защитой личных данных и таким опубликованием, народованием таких фактов, потому что, конечно, если касается там, вот как коллеги говорили, личных данных, то доходит даже до переезда семьи в другой город для того, чтобы уже там соседи, родственники не показывали пальцем, можно сказать, на улице и не обсуждали в подробностях такой кейс, потому что, конечно, негативные эмоции, стигматизация, навешивание ярлыков на таких детей, которые пострадали, это очень важно. И, безусловно, донесение до общественности таких случаев с фокусом на защиту детей, защиту личных данных, это очень важно. Это же не только касается ребенка, который пострадал, то есть тут вся семья, и родители, и в семье может быть еще дети, которые там и старше, например, поэтому тут очень нужно аккуратно к этому подходить. То есть фокус на то, что нужно делать ребенку взрослым, опекунам, специалистам, фокус на то, как понять, то есть фокус должен быть не на то, чтобы вот как бы вот ужас в головах, ужас в головах читателей возник, а на то, чтобы у каждого человека появилось знание, видение, понимание о том, что проблема есть, о том, что я могу сделать, что я могу предпринять в этой ситуации, и как могу помочь тому же самому ребенку, который может быть и не мой ребенок, а там ребенок, который учится вместе с моим сыном или дочерью в одном классе. Итак, действительно, об этом стоит говорить и весь фокус наших эфиров направлен на то, чтобы повысить информационный фон в обществе. И сегодня мы разобрались в проблеме в целом, ну а завтра на этом канале вы уже увидите ролик о том, о том факте, когда насилие, сексуальное насилие, эксплуатация в отношении детей происходит. Мы поговорим конкретно, что делать, что не делать, как себя вести, как принять, как это осознать, как с этим работать. Этот ролик увидите завтра. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, любые вопросы. Если он покажет, что вопрос глупый, напишите его, мы на него ответим. Ну а я благодарю всех, кто был сегодня в студии, экспертов, гостей вам. Спасибо большое за ваши вопросы, вы очень помогли. С вами мы увидимся завтра и с вами мы тоже увидимся завтра. До встречи.